Я говорю, хватит тарать. Красавчик. Петя, Петя, Петушок. Золотой гребешок. Чё все говорят, что у них золотые гребешки? Они же красные, нифига не золотые. К приходу сегодняшнего кризиса у меня практически полностью законченный парник, практически полностью законченный скотник и практически полностью рабочий вегетарий. Эту теплицу мы сделали в течение зимы. Сделали ее из стеклопластика. Это стеклопластиковый профиль. Дальше сотовый поликарбонат. Где-то остатки 10-мм сотового поликарбоната с крыши вегетария. Где-то обычный 4-мм, более тонкий. И сейчас мы продолжаем применять физические законы в наших целях энергосбережения и обогрева. Во-первых, это солнечная печка. То есть, за сотовый поликарбонат, вот сюда, на расстоянии 5 см, мы повесили черную ткань, которая нагревается во время активного солнечного дня. И сверху сотовый поликарбонат не выпускает этот воздух. Воздух заходит из скотника. Вот здесь у нас труба. Вот такая же труба. Она выходит, выводит воздух из скотника с самого нижнего места, проводит вверх. И наверху точно такая же труба заводит непосредственно уже в вегетарий. И в вегетарии мы принимаем этот разогретый воздух. Ну, а здесь, в парнике, этот же принцип будет действовать за счет нашего стеклопластикового профиля. С одной стороны гряды мы поставим входящую трубу воздушную. Закроем все это землей. И с другой стороны поставим гофротрубу на выход. Гофротрубу растянем по всей высоте нашего парника. Покроем ее черной краской. В черный цвет покрасим. И получится разогревающаяся черная труба тянет горячий воздух. Разогревает воздух и тянет его вверх. А воздуху приходится опускаться вниз, потому что с этой стороны его всасывает труба под землю. И под землей, под профилем, проходит теплый воздух. В результате весь навоз, перегной, землю, мы скинем в эту грядку. И будем подогревать внизу. Получим теплые грядки. Везде, на все окна, на все клапана мы ставим демпфера температурные, которые работают от нагрева. Сейчас здесь плюс 20, форточка открылась. Будет больше, она откроется сильнее. Будет меньше, ночью она закрывается. Все очень просто. Перегрева в результате нет. В вегетарии полуготовое состояние. Осталось добавить сюда гидроаккумуляторы, которые будут и тепловыми аккумуляторами для ночного подогрева. Здесь полки с нашими растениями еще не закончены. В вегетарии реально жарко. Здесь плюс 40 градусов, поэтому нужно будет ставить сбросы. Два окна я собираюсь поставить на автодоводчиках, которые будут под температурой закрывать и открывать окна. Полностью готова печь, которая протапливает эти два этажа. Практически все ряды растений засажены. Осталось еще повесить досветку. Надеюсь, приедет. И осталось поставить фольгированные стены для того, чтобы здесь было еще больше света, чтобы свет отражался от стен. И это боковые стены. Правая и левая стена, то есть восточная и западная, они будут покрыты фольгой. Вся задняя стена будет покрыта черным цветом. И здесь будет еще у нас большое количество бутылок, покрашенных в черный цвет с соленой водой внутри. Вода соленая для того, чтобы внутри бутылки не развивалась никакая микрофлора и бутылку не разорвало от жары и развивающихся внутри бактерий. Ну и это будет еще одним дополнительным гидроаккумулятором, который днем будет нагреваться, ночью будет отдавать это тепло. А для того, чтобы тепло гуляло ночью по вегетарию, мы будем включать вентилятор, который именно ночью будет крутить воздух по вегетарию. А днем будут открываться форточки и сбрасывать лишнее тепло. Форточки Форточка Форточки Продолжение следует...